Дорогие друзья, чтобы быть всегда хорошо информированными, чтобы никакие фейки вас не могли обмануть, подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, программ «Место встречи». Вот сейчас вы увидите QR-код, который вам нужно отсканировать, и будете всегда в курсе всех событий и всех перипетий нашего хорошо, тщательно срежиссированного ток-шоу. Вопрос такой. Так можно победить в информационной войне с помощью правды, правды и только правды, Андрей Владимирович? Никогда. Ну и даже не буду больше комментариев какие-то. Виталий Андреевич? Знаете, я вот сидел, вспоминал как-то всю историю России, никогда мы не побеждали какой-то ложью. Да, тяжело, трудно, долго, но побеждали только правдой, а по-другому народу нас просто не поймет. И врать мы не умеем. Да и не надо нам это. Так, Юрий Анатольевич. А у нас другого выхода нет. То есть это единственное, что у нас остается, это правда в этом мире. Поэтому это единственный вариант. И я верю, что мы с ним победим. Так, Антон Валерьевич? Конечно. А что, как-то сомневаюсь, что за нами правда? Вопрос ведь в другом. Правда – это снаряд. Для снаряда нужно орудие. На орудии должен быть прицел. У орудия должен быть артиллерист, у артиллериста должен быть командир, чтобы все орудия били точно в одну цель, а не в разные стороны. Можно, но это будет довольно длительный процесс. Вот говорили мы, говорили про Дойча Вилли, пока еще не признанный нас данный момент. Да ты достался. Его раз и признанный. Погодите. А вот сегодня Боррелли, если вы заметили, мы назвали старым фашистом, который почему-то еще именуется главой европейской дипломатии. Абсолютно не срежиссированный. Будем его дальше так называть и надеемся на лучшее. И что от этого будет? Все поймут, что он старый фашист? Он перестанет быть главой европейской дипломатии? Он старше нас там. Ну старше, ладно, сколько ему лет? Старше, старше, Боря Боря, не может быть. Он еще в Франковском. Я думаю, что он постарше. Хотя, может, вы тоже. Ну ладно, это вот все как раз примеры режиссуры. Поэтому я сегодня про режиссуру раз нам приклеили, такой ярлык. Ну, совершенно не политический анекдот. Яша приходит домой, такой довольный, такой радостный, говорит, Сарочка, в нашем драм-кружке мы будем ставить новую пьесу. И мне дали роль еврейского мужа. Говорит, ну и что ты радуешься, идиот? Сейчас же звони режиссеру и требуй роль со словами. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова